Хорошей анимации переходов существует два типа. Первый тип, когда анимация выключена и ее вообще нет, а второй, когда плавно один слайд перетекает в другой, образуя большую единую концепцию. Причем тут сайты и как сделать вот эти слайды в этом видео. Вы, наверное, в курсе то, что YouTube отключил монетизацию в России. У меня еще нет никаких рекламодателей, я работаю только сам на себя. И вне зависимости от того, приносит ли мне YouTube доход или нет, я буду продолжать выпускать и создавать ролики по презентациям и по PowerPoint. Однако за деньги выпускать ролики гораздо приятнее. Ссылку на донаты для всех желающих я оставлю в описании под видео. Веб-дизайн по своей крутоте, конечно, далеко-далеко ушел вперед от всех презентаций, от всех PowerPoint'ов и все, что новое появляется сначала сейчас появляется на сайтах, и потом мы уже дизайнеры презентации оттуда как-то воруем. Причем, несмотря на то, что в веб-верстке намного больше возможностей, это не ограничивает нас создавать или повторять что-то похожее в PowerPoint'е, в обычном вообще. Это видео, оно будет больше импровизационное, инструменты, которые я покажу, они будут весьма сложноваты, больше для продвинутых пользователей, поэтому постараюсь без монтажа, с очень большим количеством комментариев, вот прям так с тобой, попробуем повторить те слайды, которые я показал. Эту презентацию в демо-заготовке ты скачай по ссылке в описании, если хочешь повторять все элементы за мной, потому что я уже подготовил весь дизайн, на котором мы не будем останавливаться, а сделаем именно фокус на переходах от одного слайда к другому, и как сделать их более интересными и необычными для публичных выступлений, для дистанционных онлайн-курсов. И еще, да, последнее вводное, то, что все переходы практически мы будем делать на основе перехода трансформации. И пока еще не набежали в комментариях, у меня нет перехода трансформации, Миша! Переход трансформации появляется в самых новых версиях Пауэрпоинта, так что не мучайтесь, зайдите в Google, скачайте пиратскую версию Microsoft Office 2021 года, и будет вам и трансформация, и все вообще новые фишки Пауэрпоинта, которые мы сейчас с тобой будем делать. Как в Пауэрпоинт работает анимация трансформации? Рассказываю простым языком. У нас на одном слайде есть объекты, абсолютно неважно какие, абсолютно любые фигуры, картинки, фотографии, вообще все что угодно находится, даже включая текст. Этот слайд, мы нажимаем на него правой кнопкой и дублируем, и на втором слайде мы их как угодно редактируем. Мы можем, первое, поменять местоположение, у текста мы можем поменять размер, можем поменять ему цвет, можем поменять ему начертание. Сейчас, 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 начертание сделаю, например, потоньше. А и у какого-либо объекта можем даже менять форму, укрупнять, уменьшать, и точно так же менять какой-либо цвет, на абсолютно любой. И когда мы на второй слайд нажимаем, на вкладке перехода выбираем анимацию трансформация, у нас один объект, он трансформируется в другой. Самое главное, чтобы это был один и тот же объект, именно поэтому их нужно не создавать точно такие же, а использоваться принципом копирования, дублирования, вставляния и всем таким. Вот, теперь переходим уже к нашей рабочей презентации. Как нам эффектно перейти от первого слайда на второй? У нас тут есть уже какой-то текст, ну и такой титульный экран у нас, слайд. Для того, чтобы перейти с помощью анимации трансформация, нам нужно все элементы отсюда перенести на второй слайд. Соответственно, я их все, слайд я уже сделал, ты тоже можешь со мной, да, выделить все элементы. Я выделяю обычным сочетанием клавиш Command-A, либо Ctrl-A, они выделяются все, просто копирую Ctrl-C, перехожу на второй слайд, и здесь нажимаю Command-V, да, или Ctrl-V. Получилась какая-то каша, сейчас нам их очень сложно все выделить, поэтому сразу, как только вставил, я их беру и перетаскиваю все наверх, то есть выше края, за край слайда. Бабулька, наверное, ее было бы прикольно оставить вот здесь вот в правой части. Для чего? Для того, чтобы у нас слайды выглядели как, ну, такая была единая концепция, для того, чтобы часть элементов осталась на этом втором слайде, перетекла, а часть элементов вылетела за него. Так будет прикольнее. Поэтому бабушку мы просто можем оставить, опять же, в твоем варианте в рабочей презентации, это может быть какая угодно любая картинка, я ее чуть-чуть поверну, потрансформирую, можно там по размерам поиграть, и отправить ее на задний план. Для чего? Для того, чтобы она упала за вот эту горизонтальную линию. Почему? Ну, потому что так вот ноги обрезать, это будет весьма-весьма некрасиво. Плюсом, кстати, еще частая ошибка я наблюдаю, когда там от одного слайда переходят вот таким образом, и тоже размещают человека. Обратите внимание, ноги у человека срезаются, это выглядит очень некрасиво, потому что человек выглядит обрубленным. И именно поэтому я здесь и добавил вот эту горизонтальную бегущую строку. Для чего? Для того, чтобы просто скрыть этот элемент. Этот элемент, то, что обрезаны ноги, можно скрывать и какими-либо фигурами, тогда я пока разговариваю, переместить на задний план, можно скрывать какими-либо фигурами, прямоугольниками, какими-то креативными квакозябрами, креативными формами, либо блоками текста, либо просто уводить за край слайда таким образом, чтобы, например, переход был сдвиг не снизу, чтобы ноги отрубало, а, допустим, слева, когда человек уезжает в сторону, и мы не видим этого среза. Это первый у нас шаг был, я элементы с первого слайда скопировал себе на второй. Дальше. В принципе, мы можем в качестве прикола вот эти элементы здесь сверху разбросать. Они у нас именно с первого слайда встанут на те места, то есть пойдут в те стороны, там, где мы их на втором слайде расположим. Можно их куда-нибудь вот сюда поставить, сюда поставить. Я этого сейчас делать не буду, но ты в качестве эксперимента креатива можешь потренироваться, попробовать. И, наверное, на предыдущий слайд нам тоже нужно скопировать элементы. Они же должны у нас появляться откуда-то, снизу, да, снизу должны появляться. Можно уже, в принципе, смотреть, кстати, что у нас получается. Можно просто на втором слайде выбрать анимацию трансформация. Хоба! Видишь, да? То есть вот так у нас это будет работать. Обрати внимание, кстати, логотип. Логотип здесь, наверное, можно, можно вот этот удалить на втором слайде, ну, потому что он не нужен. И обратите внимание, то, что у нас все элементы, они уехали вверх, а логотип и бабушка, они у нас вверх не уезжают, потому что они у нас и на первом, и на втором слайде находятся в одинаковых местах. Дальше. Я на втором слайде выделяю, наверное, вот так вот просто выделю. Выделю еще бегущую строку. Из выделения уберу бабушку логотип, скопирую все. Так же, просто горячей клавишей. Перехожу на первый слайд, вставляю и сразу же, не убираю выделение, убираю, увожу все вниз. Бегущую строку, наверное, я сразу подкачу вот сюда, к бабушке, и передвину ее чуть-чуть правее. Для чего? Для того, чтобы она у нас трансформировалась с неким скроллом. Да, такой был сдвиг. Вот смотри. На линию смотри, да? Вот она так не просто вверх выезжает, а с таким неким прокруткой, что тоже дает некую динамику слайду и выглядит вполне необычно. И снова возвращаемся на первый слайд. И нижние вот эти блоки, если они у нас сейчас просто выезжают такой грубкой, ну, что-то хочется, может, поинтереснее. Можно что сделать? Можно... Так, да, они у меня, кстати, вот тут уже сгруппированы. Можно выделить, допустим, только вот эти блоки с текста, увести их чуть пониже, снять выделение с одного, еще ниже, снять выделение с другого, еще ниже, снять выделение с третьего, и еще последнее опустить ниже. Смотри, что получается. Они будут появляться с разной скоростью. То есть они будут так тык-тык-тык по чуть-чуть появляться. Причем скорость мы можем настраивать здесь же на вкладке переходы. Вот она, длительность. У нас 2 секунды. Для динамики, здесь уже на вкус и цвет, там, на любителя, я обычно люблю ставить побыстрее, чтобы было подинамичнее, чтобы там бам-бам-бам, все элементы появились. И, наверное, от первого слайда к второму мы уже перешли, да? Ну-ка можем посмотреть, оценить. Оп. Оп. Мне немного не нравится, как здесь 2022 трансформируется, потому что она пересекается с логотипом. Этот элемент и немного не нравится еще, как у меня текст залезает за горизонтальную линию. Мы можем вот эту бегущую строку вытянуть на самый передний план. Это тоже все можно проворачивать и все нужно даже скорее регулировать, настраивать по слоям, следить, что куда залетает и как будет красиво. И получается, наверное, на втором слайде в 2022 я трансформирую вот сюда, в правую часть за бегущую строку. Для чего это нужно? Для того, чтобы у меня, смотри, да, она не пересекается с логотипом, она просто незаметно уплыла вправо. Дальше было бы прикольно настроить все-таки эту бегущую строку. Мы ее будем настраивать с помощью обычной анимации. У меня, кстати, есть видео отдельное про бегущие строки. Я ее выделяю, захожу на вкладку анимация, анимация пути, обычные линии. Она уплывает вниз, параметры эффектов, увожу ее влево. Оп. Нам нужно сделать так, чтобы они совпали. Мы просто кликаем на красную точку, это финал анимации, и делаем, уводим ее таким образом. Конечно, надо было мне масштаб покрупнее сделать. Допустим, вот на два смещения. Вот, покажу. Вот так, изначальная точка, вот раз смещение, вот два смещения. То есть, нужно фразу наложить на другую. Да таким образом, сейчас подожди. Оп. Вот, вроде бы совпало. Дальше мы заходим на настройку анимации, время мы делаем подольше, чтобы она медленно у нас крутилась, анимация. В параметре эффектов плавное начало, плавное окончание, снимаю, нам это нафиг не нужно. Повтор я ставлю до окончания слайда. Соответственно, она у нас будет бесконечно, циклично крутиться. Это бегущая стр... А, нет, еще подожди. Одну забыл. По щелчку, конечно же, нужно по щелчку убрать с предыдущим, чтобы она запускалась автоматически. Соответственно, вот как это у нас будет выглядеть. Первый слайд, мы переключаемся на второй. Один раз кликаю и хоп, у нас, да, немножечко скачок небольшой произошел. Можно, наверное, знаешь, нет, плавное начало тоже не получится поставить. Ну, да ладно, ладно. Можно сделать помедленнее анимацию вот этой бегущей строки, чтобы она не так прям быстро запускалась. И, ну, в целом, вот выглядит она вполне себе ничего. Самое главное, чтобы она попадала. Да, вполне, вполне цикл, он срабатывает. И нет никаких ни дерганий, ничего. Идем дальше. У нас третий слайд. Третий слайд у нас будет поинтереснее. Дальше, смотри, как мы можем от второго перейти к третьему слайду. Снова заходим на третий слайд. Мы копируем весь этот текст, вставляем его на втором слайде и сразу же моментально уводим его вниз. Здесь, наверное, было бы прикольно сделать текст в едином стиле, поэтому я делаю вот так. Просто скопировал стиль. Давай, ладно, медленно объясню. Обещал медленно объяснять. Выделяю тот элемент текста, на котором я хочу скопировать стиль. Зажимаю Shift-Command-C, стиль он копируется. Выделяю весь текст, нажимаю Shift-Command-V, стиль он применяется ко всему тексту. Соответственно, текст, он здесь становится, по-моему, полупрозрачный и просто увожу его здесь вниз. Все элементы вот отсюда я могу скопировать вот таким образом. Наверное, снова без логотипа. Логотип мне не нужен. 2022 вот здесь выделилось, мне тоже не нужно. скопировать бегущую строку, вставляю сюда, увожу это вверх и здесь, здесь мы можем куда-нибудь там в бок увести тоже. Я прям сильно прям динамики делать не буду, потому что будет слишком дерганно. Но ты опять же можешь покреативить, как-то их по-другому развести. И можем посмотреть, тоже находим на вкладку переходы, выбираем анимацию, трансформация, хоп, вот у нас что получается. Вот так вот трансформация срабатывает. Можем еще, кстати, на вот этом слайде попробовать ради эксперимента провернуть вот эту бегущую строку. Там она получается трансформироваться будет в зависимости от анимации. На втором слайде она же у нас сделана не с помощью анимации, трансформации, а с помощью обычной. Получается, на каком этапе она закончится, она вот именно оттуда будет перетекать уже в третий слайд. Как ты, ну-ка, с текстом? Во, во, прикольно. Все, и с текстом тоже прикольно получилось, потому что он здесь такой серенький, выезжает. Здесь, кстати, у меня включены направляющие, можешь обратить внимание, на поверхне вот этой направляющей у меня выделяется одно слово. Дальше я вот этот слайд просто третий дублирую, копирую стиль с белого текста, переношу его на следующую ключевую фразу. Копирую стиль с черного текста, серого незаметного, переношу его на первую фразу и, соответственно, просто этот текст перетаскиваю повыше. Как думаешь, что делаю дальше? Конечно, я его просто дублирую. Копирую стиль с белого текста, переношу так, вот тут нужно мысленный рабочий инструмент, нужно определить, да, сколько у нас здесь будет слайдов по смыслу, для чего? Для того, чтобы в момент публичного выступления или вебинара или электронного курса мы в эти слова попадали и чтобы они не были оборваны. Мы создаем рабочий инструмент, наверное, вот отдельный слайд вот такой можно сделать, да, с двумя строчками. Вот такой, оп. Да, 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 вот так будет прикольно. Перетаскиваю снова выше. Такой вполне очень хороший продающий заголовок. Всегда белую строку вытаскиваю на направляющую для того, чтобы начало, лево и верхний угол, он везде, у каждой белой строки, на каждом слайде был одинаковый. Соответственно, еще раз дублирую, я копирую стиль сначала у белого, потом у, наверное, вот так. Не помню, сколько у меня слайдов было в демо-версии, но сейчас давай вот сколько уж сделаю, столько сделаю. Все, и последняя у меня строчка. Так, хоп, скопировал. Такая немного рутинная работа, однако, зная все горячие клавиши, все приемчики, можно делать очень-очень быстро. Ну, кстати, тут за приемчиками вот такими, если уже стало сложно, можешь приходить на мой курс, курс всегда, есть ссылка в описании, и, пожалуйста, всегда открыт, всегда добро пожаловать. Дальше. Нам, наверное, нужно проверить по-хорошему анимацию, чтобы, да, все сработало, потому что всегда нужно чекать, проверять. Трансформация, она так работает, что может где-то там чуть-чуть тупануть, слететь. Причем, поскольку слайды мы дублировали, то у нас, вот видишь, уже что-то как будто не то. Не, все нормально, все хорошо. Слайды мы дублировали, получается, у нас настройки все по анимации, трансформации тоже перенеслись. Мы можем, секунду поставить. Для чего? Ну, потому что слишком медленно, так, вяло, он как-то перетекает, хоп, подинамичнее это выглядит намного интереснее. Кстати, довольно попсовый прием, именно почему, да, как сравниваю с сайтами, довольно попсовый прием по анимации, по скроллу на сайте, на той же там тильде, очень круто этот эффект делается. Вот, и в PowerPoint его тоже можно воссоздать. Дальше, у нас восьмой вот этот слайд у меня получился. Я вот эту звездочку скопирую отсюда, этот слайд у меня просто для того, чтобы скопировать отсюда вот эту заготовку, что вместе с тобой не делать 10 раз, и этот слайд я просто удаляю. Заготовку эту я вставляю на седьмой слайд, она у меня будет появляться здесь. И еще, для того, чтобы эта заготовка появлялась на седьмом слайде тоже как-то необычно, сейчас она будет, ну, вот так, то есть просто появление, нам это уже недостаточно. А, еще, кстати, да, не сказал, то, что, в принципе, верхние вот эти штуки можно постепенно удалять. То есть вот отсюда, с шестого слайда, для того, чтобы не было перегруза, они нам на этом слайде уже больше не нужны, мы потому что не будем никак на них возвращаться, вот все отсюда. На третьем слайде он нужен, потому что мы со второго на третий проваливаемся. А здесь, да, с седьмого слайда я копирую вот эту звездочку, вставляю ее на шестом. Уменьшаю чуть-чуть. То есть здесь мне нужно ее как-то интересно исказить, для того, чтобы она на следующем, на седьмой слайд трансформировалась. Я ее уменьшу. Можно даже посильнее уменьшить. Проверну чуть-чуть. Вот так вот, не полностью, чуть-чуть просто, на сколько здесь получилось? На 45 градусов где-то. И цвет сделаю в цвет фона. Вот так, чтобы ее не было видно. Смотри, как она у нас будет трансформироваться. То есть она у нас и прокрутится, и увеличится, и поменяет свой цвет. Переходы, трансформация. Оп! То есть появилась просто такая звездочка. Сейчас еще непонятно, почему она появилась. То есть она появилась просто в виде украшательства. Однако, мы вот на вот этом слайде, сейчас покажу, удалю, как это должно быть. Вот эту звездочку потом мы седьмого слайда копируем, вставляем на следующий, восьмой, и мы просто берем ее и увеличиваем. Увеличиваем настолько, чтобы она перекрыла весь слайд. В принципе, можно ее и прокрутить. В какую сторону, тут, конечно, решай ты сам. Наверное, будет интереснее вот в эту. В какую меньше крутится, в ту она и будет. То есть, если я поставлю угол вот сюда, она будет крутиться вот так. Это против часовой стрелки. Если я поставлю вот сюда, то она будет крутиться, соответственно, по часовой стрелке. Ну, когда попробуем эту теорию. А, ну, кстати, сразу же я беру и отправляю эту звездочку на задний план. На задний план. Для того, чтобы контент у меня здесь проявился. Переход, трансформация. Вполне, вполне себе сработало. А вот этот текст, для того, чтобы он тоже как-то необычно ушел, мы можем его отсюда скопировать, вставить на восьмой слайд и вытащить его влево, развернуть на 90 градусов. К примеру, опять же, ты там можешь креатив включать на максимум и применить к нему стиль так, чтобы он был серый, полупрозрачный. И увести его вверх. Вот так. Ну-ка посмотрим. Вообще красота. Вообще красота. А что делать вот с этим контентом? Его, наверное, тоже было бы прикольно как-то необычно провернуть, чтобы он тоже откуда-то вылетал. Вот логотип я бы не трогал, потому что логотип очень хорошо тоже трансформировался из белого в черный цвет. Кстати, как это сделать, тоже показываю. Это логотип в виде обычной картинки. Первый попавшийся логотип, который... Он с какой-то реальной компанией, которую я не знаю, к сожалению. И просто белый логотип я в формате SVG я его скачал в интернете. Первое, что попался. Даже не в SVG, даже это рисунок обычный. Просто PNG-шка. На рисунок мы нажимаем подобной правой кнопкой, заходим в формат рисунка. Здесь мы в формате рисунка выбираем настройки рисунка, настройки рисунка и яркость убавляем ему на минус 100. Все, он становится черным. Можно за счет яркости наложения цвета применить ему там серый оттенок. Сейчас и так сойдет. И так сойдет. Все, получается. И он же будет трансформироваться. Самое главное, что если бы мы, например, на восьмом слайде удалили бы белый логотип и добавили другое изображение, другой логотип в виде черного цвета, что бы произошло? У нас бы анимация сработала сначала с затухания, потом появления. А нам нужна именно трансформация. И, соответственно, здесь, поскольку мы не меняли элемент, это тот же самый логотип, просто он с другими параметрами, с другими настройками. Он у нас, получается, именно меняет цвет прямо в виде презентации. Вот. Получается, что я отсюда... А, я еще хотел, кстати, про фотографию рассказать, про вот эту. Есть такой сайт GlitchEffect. Просто в Google, если вобьете, создать GlitchEffect онлайн, что-то подобное, откроется вот этот сайт. Ну, ладно, окей, там ссылку в каком-нибудь комментарии я приложу, чтобы было удобно. Если вдруг забуду, напишите. Мы сюда закладываем любое изображение, обычную фотографию, и можно ее сделать в виде какой-либо интересной гифки. То есть я возьму вот JPEG, обычную фотографию сюда загружаю. Сейчас она загрузится, загрузится. Обычная фотография супервысокого разрешения. Во-первых, тут можно всякую дичь творить, типа вот таких вот, да, как... Что-то супер креативное, как вот прям вы любите некоторые ребята. Вообще класс. А можно, в принципе, покопаться и нас найти здесь более адекватные настройки. И я вот, смотри, я тут немного покопался и включил виньетку и настроил небольшой вот такой шум. Шум, все. Она стала такая вроде ничегошная. И появилась такая рябь, что, в принципе, фотография сама просматривается хорошо. И какой-то необычный эффект на фотографии, на изображении появился. Что нехорошо. Сразу скажу то, что далеко не во всех презентациях это нужно делать. Это скорее портит презентацию. Однако для нашей с тобой сейчас презентации этот эффект, он вполне уместен. Почему? Потому что у нас здесь и серый фон, он с шумом, если ты заметил. Он тоже я специально сделал. Там такой фон фотографии со шумом, кстати, про зерно. Тоже есть отдельный ролик, вот я про него рассказывал. И здесь мы можем прям сделать анимированную гифку. И получается, я просто скачанную гиф, добавляю на слайд и здесь уже на слайде ее кадрирую. То есть каким-то образом. То есть, допустим, мне ее нужно будет разместить куда-нибудь вот сюда. Я ее подрежу хорошенько так сверху. Гифки тоже нормально подрезаются. В принципе, здесь мне сильно стараться не нужно людей каких-то показать. Просто в качестве какого-то красоты. Она больше красоты несет, чем какую-то функциональную часть это изображение. Наверное, лишнего подрезал. Можно до середины слайда ее дотянуть. И как-то людей вот здесь разместить. Все, поскольку это гифка, ее анимировать никак не нужно. Она будет автоматически включаться. Все. Дальше. Мы выделяем все элементы на этом слайде, кроме логотипа и кроме фона. Захожу на предыдущий слайд номер 7. Вставляю. И здесь мы можем, например, вывести все элементы вниз. У нас звездочка чуть-чуть работает с проворотом, поэтому мы можем смотреть, какую хитрость провернуть. Выделяю беззаголовка. Увожу чуть-чуть вправо. Выделяю вот так вот беззаголовок. Только по, в общем, картинку и две подписи. Ну, короче, вот так вот. Что я тут могу проговорить? Видишь, как и что я делаю? Вот. У меня элементы, они получаются чуть-чуть так со смещением. И я выделю сейчас все и чуть-чуть тоже все еще подвину вправо. Смотрим, 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 что получилось, как это выглядит. Может, фигня какая-то? Нормально. Нормально. Пойдет. Да. Но тоже, опять же, необычно. В самом PowerPoint классических появлений таких нет. Поэтому это будет нашей изюминкой. То есть мы так креативно сделали. Дальше, наверное, следующий, кстати, переход к девятому можно иногда сделать просто обычным сдвигом. Не всегда нужна трансформация, потому что вот обычный сдвиг, когда мы переходим от одного фона, допустим, к желтому, снова возвращаемся на серый, здесь будет проще не копировать, дублировать элементы, а просто перевести. Как делать таблицы? Таблицы это одно из самых, ну, наверное, не самых, ладно, но просто довольно интересно. И самое главное, что в таком виде эта таблица, она выглядит очень понятной, она выглядит очень простой, и меня довольно часто спрашивают, а что делать, когда много текста, как его оформлять? Вот, кстати, один из вполне решаемых примеров. У нас тут есть на этом слайде таблица в виде заголовков, и есть тексты, тезисы, которые должны встать внутрь. То есть первая строчка это по первому пункту, ко второму и к третьему. Мы, девятый слайд, дублируем, важно, именно дублируем. Нам нужно убедиться, короче, что у нас все элементы в группах, то есть они все, и на первом, и вот на девятом слайде, и на десятом. Если на девятом слайде что-то разгруппируется, трансформация уже не сработает, поэтому важно, чтобы это был один объект. А, соответственно, группы, они также перетекают в группы. На этом слайде мы берем, значит, выделяем третью и вторую строчку и утаскиваем их в самый низ, ну, допустим, на направляющую. По тексту, мы цвету текста делаем его сереньким. Линии, кстати, здесь тоже это не линии, обрати внимание, то, что это прямоугольник. Это очень-очень тонкий прямоугольник. Почему? Потому что линии очень криво работают с анимацией трансформации, их приходится заменять прямоугольниками, в принципе, здесь ничего страшного. И потом мы просто берем вот этот текст, он у нас уже здесь сверстан, выровнен, очень красиво, очень хорошо, мы вытаскиваем наверх. Отправляем его на задний план, и мы сейчас с тобой еще провернем одну хитрость. Вот я сказал, то, что со слоями, сейчас вообще прям такая муть пойдет, очень сложно будет внимательно слушать. Со слоями бывает очень сложно настроить анимацию трансформации. Вот смотри, я на девясятом слайде включаю анимацию переход, и вроде бы она срабатывает, но, блин, некрасиво, когда один текст наезжает на другой, даже при условии, что он у нас идет с затемнением, уходит вниз, ну, это просто какая-то каша получается. Это можно легко исправить. Как? Мы можем добавить какой-либо фон, можно сделать это фигурой, если фон у тебя однотонный какой-то, например, как вот здесь желтый. Поскольку у меня здесь фон используется креативненький, то получается я прям это изображение и буду накладывать. То есть вот это изображение у меня находится на фоне. Это шумный серый фон. И это изображение я просто беру и обрезаю до той части, то есть я создаю некое перекрытие. Кто-то называет это плашкой. Я это называю перекрытием. Просто перекрываю нижнюю часть слайда. Допустим, вот, ну, допустим, вот здесь. Отправляю это перекрытие на задний план. Выделяю текст. Отправляю его на задний план. Перехожу на девятый слайд. И здесь, в принципе, можно вот все нижние блоки выделить, убедиться в том, что они на зад... А, нет, подожди, я же еще забыл один шаг. Конечно же, это перекрытие мы отсюда копируем, вставляем на девятый слайд, отправляем его на задний план. И вот теперь нам нужно выделить все эти блоки текста и еще раз отправить на задний план. Я пользуюсь горячей клавишей, но ты можешь это делать вот здесь просто. Выделяю правой кнопкой, переместить на задний план. Все, они самый зад у нас отлетают. И смотри теперь, как это будет выглядеть. То есть у нас есть перекрытие, и текст у нас будет появляться как будто бы из середины слайда. Смотрим. Давай. Опа. Теперь это выглядит намного круче. Дальше мы можем, например, давай-ка так, десятый слайд мы дублируем. Самый простой вариант это просто вот эти группки удалить. То есть, думаю, ты уже додумываешь, там, креативе, что можно их сделать еще сверху, точно такое же перекрытие, эти блоки текста уводить еще вверх. Однако мы пойдем сейчас по не самому сложному пути. Вторую группу мы отсюда удаляем. Для чего? Для того, чтобы вернуться на девятый слайд и ее скопировать. Это самый будет простой способ, когда нам не придется ничего не выравнивать, не редактировать и очень быстро сделать. Дальше я выделяю вот эту, вот эту, вот эту группу, вытаскиваю их наверх. Отступы здесь, конечно, нужно по-хорошему сделать одинаковые, вот, от линии до текста, как и на предыдущем слайде. Ладно, сделаем на глаз. Вот. Вытаскиваю его вверх, отправляю на задний план отправляю картинку. Блин, сначала, а, ну картинка, блин, ладно, запутался немножко тоже, видишь, очень сложно, поэтому я стараюсь не торопиться. Посмотрим. По-моему, что-то я накосячил. Да, что-то не сработало. Еще раз, на десятом слайде, на десятом слайде я беру вот эти блоки текста, все, все, что здесь есть, отправляю на задний план. Еще раз, на задний план, на задний план, через shift, да, вот так вот, горячая клавиша. Потом, я на этом слайде тоже отправляю блоки текста. На задний план, все, они ушли, вот, вот, теперь сработало, что-то у меня не получалось. Потом я это перекрытие, нажимаю на нем правой кнопкой, нажимаю здесь обрезать и уменьшаю его. Вот. Фотография в своем кадрировании, она тоже попадет в анимацию трансформации, сейчас это должно сработать. Да, вот она, сработала. Так выглядит намного круче. Да, немного муторно, нужно понимать все эти процессы, однако, вполне реализуемо. Копируем еще раз, и здесь уже будет намного проще, потому что мы вот эти блоки удаляем, третью, вот, мы удаляем, перекрытие можем удалить, третий блок отсюда, мы можем скопировать, двенадцатый слайд, здесь мы вытаскиваем, и получается, мы уже почти закончили с тобой, выделяю все три блока и вытаскиваю их наверх. Вот. И получилось у нас, здесь уже, в принципе, элементарно, здесь ничего сложного, просто он снизу появляется без каких-либо перекрытий. Все, последний, финальный слайд, мы, в принципе, можем тоже сделать обычным сдвигом, потому что не всегда нужна эта анимация трансформации, он здесь тоже со сдвигом будет хорошо работать. Что, давай посмотрим финал, как у нас, что у меня получилось. Слайд номер один, хоба, открылся, красиво. Кстати, на первом слайде не обязательно устанавливать трансформацию, однако, нужно учитывать, что мы, при условии, что мы на него возвращаться со второго не будем. Для чего? Для того, чтобы он появлялся неплавно, чтобы он так, хоб, сразу моментально включился. Что? Ну-ка, смотрим. Раскликаю, переход, красиво. Вот только, единственное, мне не нравится то, что сначала линия плавно появляется, а потом она с рывком таким запускается. Но плавно начало на нее не получится запустить, иначе оно будет тоже циклично, будет некрасиво. Едем дальше. Текст, красиво, текст крутится, немного подлагивает у меня, потому что не справляется ноутбук, записывайте одновременно. FPS страдает. Если видео выгрузить, то будет красиво. Ну, опять же, ты, ты, в красивом виде увидишь. Хоба, у нас появляется звезда, логотип очень красиво тоже перекручает. Во, кстати, смотри, вот тут косяк. Скорее всего, косяк, да. Можно, в чем косяк? В логотипе. В принципе, ладно, не сильно большой косяк, но мне бы не понравилось. Логотип, да, все же, поскольку у нас есть такая концепция, что логотип у нас всегда в одном месте, и он никак не трансформирует, не уходит, вот здесь он, конечно, нам немножечко портит картинку. Ну, да ладно. Не сильно это страшно. Особенно в данном случае, поскольку мы сейчас с тобой еще тренируемся. Вот, такие получили слайды. В принципе, пиши свое мнение в комментариях, если вдруг какие-то интересные еще креативные эффекты сделал, скидывай их мне. Будет интересно посмотреть куда-нибудь в Телеграме на почту. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать следующие видео. Вот тут рядом со мной есть еще видео, другие полезные тоже. Все, спасибо. Пока. Ой, молодец. Ой, молодец. Севака. 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 Севака.